Но даже в доме не укрыться от непогоды жителям Екатеринбурга. Так в двухэтажке по улице Статчик льет с потолка. Мокнет и подъезд, и несколько квартир. В таком домашнем ливне жильцы винят коммунальщиков. И чтобы доказать их вину, местные проводили нашего корреспондента на чердак. Там Дмитрий Изгагин убедился, рабочие подмочили не только дом, но и свою репутацию. В субботу мы сидим, чай пьем, и отсюда с потолка вода потекла. Сразу ведра и тазики подставили. Вода с потолка, вспоминают Хасановы, едва не потекла им прямо в чайные кружки. Непогода в квартире разыгралась, как только на улице начался дождь. Ведь в их двухэтажке сейчас ремонтируют крышу. Старую гидроизоляцию строители убрали, а про новую, похоже, забыли. Крышу они начали, не знаю, что там, скидывает все. Вот шум вот этот был в 7 утра. Все они как бы прекратили, все равно как трубы кидали, бросали все. Вот эта земля там была под окнами. Старый утеплитель был единственной преградой между треснувшим шифером и потолком. Прогноз погоды строители, видимо, не смотрели. Так что пленкой крышу решили не покрывать. Поэтому в доме уже третий день дождливо. Прогноз в этом доме сегодня явно неблагоприятный. Без зонта не обойтись даже в подъезде. Ведь с потолка течет уже второй день. И синоптики советуют запасаться ведрами и тазиками. Ведь непогода в городе продержится еще долго. Соседи теперь живут не только в сырости, но и в напряжении. Они боятся, что вода доберется до электрического щитка. И тогда крышу над головой нужно будет не ремонтировать, а искать. Вот сейчас, видите, капает. Вот самое все туда идет зашит. Вон потолки все мокрые у нас. Мы сгорим и все. Замкнется, ничего. Шит, ничего нет. Двери нет, ничего нет. Все открыто. Строители на место ЧП приехали только сегодня. Но от видеокамеры поспешили скрыться. За кадром объяснили, мол, ремонт здесь ни при чем. На протечке жители жаловались и раньше. Всю вину рабочие перекладывают на старый шифер. Почему не застелить чем-нибудь, чтобы не прокапывало у людей-то? Ну, сейчас, в данный момент, ничем не можем застелить. Правда, фонду капремонта строители озвучили совсем другую версию. Отчитались о выполненной работе. Они должны настелить, ну и настелили, да, это полиэтиленовое покрытие, которое, по их мнению, должно было защитить от неблагоприятных погодных условий, от этого ливня. Я думаю, что подрядчик пойдет навстречу, и собственники не останутся, так сказать, с дырявой крышей, с плохим потолком, все будет восстановлено. Последствия стихии подрядчику, похоже, придется устранять за свой счет. В противном случае жильцы собираются дойти до суда, но сначала все же возьмутся за намокший обой и потолок. Дмитрий Изгагин и Александр Кожеватов. Главные новости Екатеринбурга. Субтитры создавал DimaTorzok